Дмитрий, первый вопрос, можно вам сразу про риски связь? Потому что это в любом случае выход из такой зоны комфорта. Артист, можно дальше записывать альбомы, давать концерты, новый опыт. Я же декламирую с экрана телевизора, что нужно выходить из зоны комфорта. Почему я не должен тогда этого делать и быть примером? Вот, поэтому я риск люблю, я, наверное, уже его абсолютный поклонник этого риска. Без подобной эмоции, наверное, жить достаточно непросто уже. Поэтому, если не это, я бы придумал, конечно, что-то другое. Но понимаю, в принципе, это пристальное внимание, разглядывание через стеклышки, добрые или злые. Да, на моем участии в подобной истории под названием «Герой». Но, мне кажется, я все равно, как бы я, конечно, не был, но иммунитет у меня есть. И очень не слабый. Просто мои цели, они известны мне. Гораздо лучше, чем, может быть, тому человеку, который придет мне смотреть. И любой опыт, который происходит за мной, даже вот сейчас, я постоянно его анализирую. Анализирую, я бы хотел немного с этим качеством своего организма, как бы, иногда прощаться. Вот. Но не могу, так вот я устроен. Значит, явно не первое было предложение о съемке кино. По какому принципу вы выбирали? Считали сценарий, смотрели, что за люди вокруг? Ну, конечно же, случайно. Вот. Я первый раз на мне еще обратил внимание на то, кто предлагает мне сниматься. Потому что я пытался искать эти знаки, понимая, что это риск. Понимая, что 14 там летучек. 14. 20. 5. 20. Я в своей профессии занимался, дошел до какого-то результата, возможно, но не пробовать другое, я не могу себе позволить такой роскоши. Нужно эту жизнь вообще вкушать во всех ее подъявлениях. Какая конфетика еще? У меня все, коллеги, пожалуйста. Какие были знаки, что вы решили? Наверное, один из таких самых очень важных, это то, что я сейчас про детальность. В деталях почувствовал, может быть, тот период. Минный метрофан происходит действие картины одной из «Сто лет минус». Моя интересность стала больше. По отношению к своему генеалогическому древу, в том числе. Я действительно, есть у меня был прадед, который служил в Советском Николае Втором. Был очень приближенный. И в момент, когда оператор распустил, как раз уже были вот эти смутные времена, начиналось. Вот, и он сделал подарки им, с вами приближенный. В Стоян-то было, как тяжело попасть, да? Нужно было быть определенного роста. То есть, если ты оступаешься, то станица или несколько близлежащих уже не имеют права участвовать в отборе, да? С целью попасть к оператору. Вот, сейчас я закончу. И вот это все, оно меня настигло, понимаете? Настигло, и я теперь другой. Чуть-чуть буду. Как будто ответственность чувствую. Я запомнил, потому что вам было очень сложно. Чтобы запомнить самое сложное, как вы учились, вставали, скатали. Вы можете, пожалуйста, вставали из того сложного, чтобы запомнили, что для вас было действительно самое сложное, допустим, в десятидуре. Вы можете удивитесь, но для меня нормированный график – это испытание, потому что я хаос. Вот, и похожие дни, завтрак, обед, ужин, утро опять, следующий день. Для меня это тяжело. Но, наверное, даже и температурный режим, все, все остальное – так, нормально, нормально. То есть, один дубль, второй, третий тоже? Да, ты же все время понимаешь, что сейчас ты можешь добавить какую-то другую краску. Ну, я давал, предлагал какое-то количество разных температур, скажем, одного и того же эпизода. Это ваша история? Ну, да, но, признаюсь вам честно, я не смотрел целиком фильм. Сейчас посмотрите. На премьере в Москве, я не мог даже присесть, вот, просидел в курилке, в общем, я… Нервничали. Сегодня будете смотреть? Я, для меня это нормально. Для меня нормально нервничать всегда, то есть, это как бы норм. Везде и всегда. Это был предпоказ, он был еще не до конца со звуком, прерывались на 10-минутной паузы, достаточно была такая вспоминная картина была. Вот, понимаю, что есть действительно профессионалы, есть режиссеры, есть операторы, есть люди, которые отвечают за конечный продукт, да? Да, но на амбразуре и я, и я с удовольствием, мне нравится, я люблю, это все. Да, мне тоже хотелось спросить, понравилось? Может, дальше? А, в идее. Нет, понравилось, вот, сниматься кино. Общий какой-то вопрос. Да? Да, не могу. То есть, актерам не хотите перефоленфицироваться на актеры полностью? Предложение может поступать будет сейчас. Сейчас, секундочку, тогда. Подождите, подождите, вы подумайте над вопросом, все нормально, не волнуйтесь. Эй, спокойно, зададите нормальный вопрос, как бы, и все. Они просто волнуются, до вас видят. Послушайте, такие же люди стоят все, серьезно, ладно? Мне просто кажется, у вас будут формать честное счастье. Не дадим. Какие вопросы? Все так миксуете, вы спрашиваете. Мне хочется сказать, как вы себя чувствуете в роли актера? Вот насколько вам понравилось? Я хочу сказать, что не стоит по зонам раскидывать и говорить, что шоу-бизнес – это не кино. Кино – это не шоу-бизнес. И так далее. Я считаю, что профессия, если ты занимаешься, ты стараешься максимально исследовать ее в себя, там, да, что-то вытащить оттуда, постоянно, даже граждодневный труд настроен. То профессия не бывает глупой, бывает плохой к ней отношение, понимаете, и все. А наша традиционная, вот эта вот, каждый должен заниматься своим делом, вот эта вот некая обособленность такая, знаете, которой, в принципе, во всем мире уже практически нет. Да, у нас, в принципе, это такое воспитание, такое советское, правильное, с одной стороны, фундаментальное, конечно, но здесь нужно быть легче. Вы же про искусство, товарищи, разговариваете. Почему бы не, скажем, не сделать фьюжн, да? Мне кажется, я надеюсь. Поэтому дадим слово. Коллеги, последний вопрос. Вот ваш герой живет в сложном историческом времени. Как вы вживались в роль и как, в принципе, чувствовали себя на съемочной площадке? Был познавательный период, когда я просто занимался, ну, какое-то фехтование было, сколько этого будет, извиняюсь, I don't know. Коннен на ипподром ездил, да, читал, письмо мне прислал мой дядя, родственник. Полностью описывал житие, бытие моего прадеда. Вот. Ну, как обычно мы это делаем, да? Если хочешь дать хорошо экзамен, надо подготовиться. Все, последний вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем заключается изюминка новшества фильма «Геройка»? Во-первых, его, насколько я понимаю, хотели сделать неким, именно фильм, поставить как бы немного в разрез всем последним драматическим картинам, которые выходили, и сделать исключительно собственное настроение такое, да? Отсюда и хронометраж, определенный, не два часа, да? Вот. И... Я думаю, что... Вот легкость повествования, любовь... Ну, вообще, в принципе, все те же самые темы. Они абсолютно качуют из головы в голову, понимаете? В жизни. Вот как бы про жизнь все. Спасибо, извините. Спасибо большое.